Важную и востребованную специальность могут получить жители Камчатки, не выезжая за пределы края. Ветеринарных фельдшеров начнут готовить на полуострове с нового учебного года. Эта специальность в регионе очень востребована. Дело в том, что между населенными пунктами огромные расстояния, и работников остро не хватает. Теперь эта проблема будет решена. Впервые в регионе подготовкой специалистов займется Камчатский сельскохозяйственный техникум в Сосновке. Бесплатно поступить уже в этом году смогут 15 студентов. Еще столько же в 2025-м. В прошлом году на базе сельскохозяйственного техникума было проведено совещание по развитию сельскохозяйственного техникума, а также обеспечение кадрами сельскохозяйственной отрасли Камчатского края. И поручение губернаторам Камчатского края было открытие данной специальности. Я думаю, что абитуриенты с удовольствием придут к нам на обучение, потому что мы готовимся к этому. У нас проходит ремонт лабораторий и мастерских специально под ветеринарию, закупка дорогостоящего оборудования, на котором они будут заниматься. Программу обучения разработали в прошлом году, а в декабре техникум получил лицензию. Запуск нового направления стал возможен при поддержке Минвостокразвития. На обустройство мастерской и лаборатории выделили 26 миллионов рублей. Студенты будут обучаться на современной технике. На данный момент специальность открыта, ведется активная работа по закупкам, поставке оборудования. Вот сегодня машина пришла. До этого мы получили рентген-аппарат современный, трехинелоскоп современный тоже. На этих оборудованиях будут у нас обучаться наши дети. Не каждая лаборатория и хозяйство может похвастаться таким оборудованием. То есть это дает приоритет подустройству нашим детям, что они могут работать на этом оборудовании. До начала учебного года в техникуме оборудуют и запустят четыре лаборатории. Хирургия операционная, фармакология незаразные болезни, заразные болезни и микробиология ветсанэкспертиза. Обучением ребят займутся действующие ветеринары, а практику они пройдут на территории края. Договоры заключены с предприятиями хозяйственного направления. Это ООО «Сосновская», ООО «Заречная», ООО «СХП Лесное». Также Елевская, РАИС ББЖ заключен договор. Ну и у нас подключатся, думаю, другие клиники, ветеринарные аптеки. В принципе, дети от недостатка практики страдать не будут. Для поступления необходим аттестат об окончании девяти классов школы. Однако руководство техникума отмечает, планка достаточно высокая. Первые два документа, которые рассмотрела комиссия, с очень сильными показателями. Так, один из аттестатов с отличием. Ну, в принципе, пугаться детям не надо, если даже будет ниже, ну, если ребенок имеет желание, если целеустремлен, любит животных, физически силен, да, ловкость, что это нужно зафиксировать животное, да, это тоже определенные навыки и физическую подготовку. Ну, чтобы ребенок занимался, стремился к самообразованию, интеллектуальная подготовка. Ну, вот все, что требует современного веяния у нас. В рамках обучения будут проходить широчайший перечень дисциплин. Первый курс по традиции – общеобразовательный. Ну, и там будут несколько профильных предметов, например, зоопсихология и латинский язык. То есть, это, да, первый курс погружения в профессию уже. Далее, в основном, это будут у нас и анатомия, физиология, радиобиология, фармакология, ветеринарная хирургия, ветеринарно-санитарные экспертизы. То есть, у нас будут фельдшера выходить в общей практике. Время обучения – 3 года и 10 месяцев. Первых ветеринарных фельдшеров край получат в 2028 году. Но это далеко не все специальности, которые представлены в сельскохозяйственном техникуме. Спектр направлений, по которым можно подать документы, очень широкий – от трактористов до управляющих усадьбы. Кроме ветеринарии, мы набираем по специальности эксплуатация сельскохозяйственных машин и оборудования, где квалификация техник-механик, водитель категории БЦ и тракторист. Также в этом году в филиале села Мильково мы ведем набор по федеральной программе профессионалитет, мастер и по ремонту и обслуживанию автомобилей, а также управляющий сельской усадьбы. Это новая профессия, по которой могут учиться студенты, и фактически они получат навыки фермерства. Очень часто случается так, что выпускник планирует получить будущую профессию в другом населенном пункте или даже регионе, однако сталкивается с проблемой – отсутствием жилья. Но сельскохозяйственный техникум может развеять эти сомнения. Студентам предоставляется комфортное общежитие прямо на территории заведения. Будет чем заняться ребятам и помимо учебы. У нас довольно интересная культурная жизнь и воспитательная работа. Мы в этом году открываем новую, дополнительную, общеобразовательную, общеразвивающую программу «Казачество», куда будет входить 12 курсов. Это строевая, огневая, иконная подготовка, фланкировка, рукопашный бой, культура и история казачества. Приглашаем студентов. Поступить в техникум достаточно просто. Нужно приехать в село Сосновка на Центральную 12. Приемная комиссия работает с понедельника по пятницу с 9 до 16 часов. Кроме того, подать документы можно и через госуслуги. Добавим, после окончания техникума студент может поступить на целевое обучение в различные вузы по направлениям сельского хозяйства или реализующим образовательные программы с использованием исторических и традиционных ценностей российского казачества. Кроме того, студент получает социальную выплату в 200 тысяч рублей, если устроится по специальности в регионе не менее чем на три года.